А в экодер, в этом уроке мы будем разбираться с абстрактными классами, так что ставь императорский палец вверх, подписывайся на канал и бей в колокол, а мы начинаем. Начнем с того, в каких случаях нам понадобится использовать ключевое слово abstract перед классом, делая его абстрактным и тем самым предотвращая создание объектов этого класса напрямую, и как вообще это вяжется с объектно-ориентированным дизайном. Для иллюстрации обратимся к нашим любимым зверушкам и представим, что у нас есть некая иерархическая структура, во главе которой находится некое животное, от которого произошли кошачьи и собачьи, а те в свою очередь разделились на львов, тигров на одной ветке и собак с волками на другой. Если смотреть на всю схему снизу вверх, то мы знаем, как выглядят львы, тигры, волки и собаки. Поднимаясь вверх по иерархии, уровень генерализации усиливается. Мы можем представить, какими общими чертами обладают собачьи и кошачьи, но если мы поднимемся еще выше, то все меньше визуально можем представить, как должно выглядеть оно, животное. На кого оно похоже и какими чертами обладает. Поэтому в нашем случае животное это самое, что ни на есть абстракция, от которой отспециализировались кошачьи и собачьи, и в свою очередь превратившись в знакомых нам по реальности живым зверушкам. Но представим, что нас ждет, если мы попытаемся создать объект класса животное? Или кошачий, или собачий? Это как вообще? На что это должно быть похоже? Если бы я встретил такую абстрактную фигатуру в лесу, я бы подумал, что пора перестать собирать грибы и переходить на ягоды. Поэтому в Java ввели понятие абстрактных классов и запретили их прямую инициализацию. Собственно поэтому классы Animal, Feline и Canine в данном примере будут обозначены как Abstract класс, а их конструкторы будут доступны только их потомкам, настоящим классам, которые и будут реализовывать абстракции в осязаемые объекты. Однако не забываем, что несмотря на то, что напрямую нам объекты этих типов создать не удастся, мы все же можем объявлять переменные или, к примеру, массивы этих типов. Если это не укладывается в голове, то рекомендую пересмотреть уроки по наследованию, а заодно и полиморфизму. Там этот механизм был объяснен подробно. С общим концептом разобрались, теперь переходим непосредственно к поведению. Вот наш класс Animal, который помечен как Abstract. Мы не можем создать объект класса Animal напрямую, но внутри него мы можем создавать поля и методы, прямо как в обычном классе. Но в абстрактном классе мы можем сделать кое-что особенное. Мы можем генерализировать поведение наших зверушек. Например, мы можем создать абстрактный метод itsFood без реализации. И потомки нашего абстрактного класса Animal, то есть все те классы, которые будут от него наследовать, будут должны сами переопределить данный метод под тот тип пищи, который предпочитает животное, который они представляют. Посмотрим, как это выглядит в коде. Чтобы наглядно показать, какие изменения вносит объявление класса абстрактным, я для начала закомментировал слово Abstract и Animal пока что как бы обычный класс. У него есть приватное интовое поле, отвечающее за количество глаз, и публичный конструктор, который позволяет нам инициализировать это поле. Далее у нас есть метод GetEyes, который возвращает количество глаз, которым обладает Animal. По логике, можно было бы, конечно, зафиналить это поле, ведь у всех животных по два глаза. Но представим, что заказчик нашего софта какой-то безумный биолог, который скрещивает уже и с ежами, чтобы получить биоразлагающуюся колючую проволоку или прочий стартаперский бред. В основном классе, который я назвал Zoo, то есть зоопарк, мы создаем объект класса Animal с четырьмя глазами и далее выводим на печать, что у нас получилось. Запустим нашу программу в текущей конфигурации, без абстракции. Итак, что у нас получилось? Обычная четырехглазая зверушка, которая, как правило, пасутся рядом с атомной электростанцией у нас в городе. Вернемся к коду и начнем притворять изменения. Для начала я раскомментирую слово Abstract, что тут же вызовет недовольство компилятора, ведь в классе Zoo мы пытаемся создать объект абстрактного класса, а это непозволительно. Поэтому я закомментирую эту строчку, а вместо нее открою следующую, где создается уже конкретная реализация абстрактного класса, а именно тигр. Класс тигр наследует от абстрактного класса Animal, и в своем собственном конструкторе он вызывает конструктор своего суперкласса, то есть Animal с аргументом 2. Это означает, что тигру повезло, у него будет два глаза. Мы также раскомментируем все методы для печати, чтобы видеть, какие конструкторы и в каком порядке были вызваны. Теперь, если мы взглянем на наш класс Zoo, то увидим, что ошибка исчезла. Мы реализовали наш абстрактный класс Animal при помощи конкретного класса тигр. Запускаем. И мы видим, что происходит вызов конструктора абстрактного суперкласса, а затем вызов конструктора непосредственного класса реализатора. И да, у тигра по-прежнему два глаза. Теперь вернемся опять в класс Животное, где у нас есть абстрактный метод ItsFood. Раскомментируем его. Первое, что мы заметим, это сведения об ошибке в классе Тигр. А все потому, что в абстрактном классе Родители прибавился новый метод, который класс Потомок обязан реализовать. Если же мы решим не реализовывать родительский метод, то у нас остается всего один выход — сделать класс Тигр также абстрактным. Конечно, это разрешит ошибку в самом классе Тигр, но мы найдем новую в классе Zoo. Потому что класс Тигр теперь абстрактный, мы не можем создавать с него объекты напрямую. Но в нашем примере мы не хотим никаких абстрактных Тигров, так что переопределить метод ItsFood в классе Тигр нам все-таки придется. Мы можем раскомментировать строчку с выводом инфы по зверушкам на экран, дабы она теперь включала в себя положение по типу еды, которую любит наш Тигр. Запускаем нашу программу. И мы видим, что наш Тигр не только имеет два глаза, но и любит мясо. Анкета для сайта знакомств для Тигров почти готова. Итак, подведем итоги и основные правила работы с абстрактными классами и методами. Компилятор не даст нам создать объект абстрактного класса напрямую, но вполне себе позволит написать внутри абстрактного класса конструктор для инициализации его полей и последующего вызова конструкторам класса, который отнаследует от абстрактного. Абстрактный метод не может быть объявлен приватным, потому как приватные методы не видны классам-наследникам. То же самое относится и к Final. Метод, помеченный как Final, не может быть изменен, и, соответственно, переопределен в подклассе. А это нарушает весь логический механизм. Так что нечего оплатить мертвый код. На самом деле, абстрактный класс вовсе не требует, чтобы у нас в нем вообще были какие-либо абстрактные методы. Вполне допустимо, чтобы наш абстрактный класс состоял только из конкретных методов. Но обратно недопустимо. Мы не можем объявлять абстрактные методы, где бы еще, кроме как в абстрактном классе. Если же у нас есть класс, который наследует от абстрактного класса, но не реализовывает в себе все абстрактные методы, то он тоже обязан быть помечен как абстрактный. Ставь императорский палец вверх, подписывайся на канал и бей в колокол. Это был V. До встречи на следующем уроке. Пока. Пока.